Уже в среду, 9 сентября, нашу сборную ждет тяжелое испытание. Игра у Эльси. Да, у Эльси уже не имеет шансов пройти дальше, но дело в том, что подпортить нам картину он может. Вспоминая все до этого отборочные матчи нашей сборной, мы убедились в том, что одну ошибку они обязательно делают. Достаточно вспомнить прошлый отборочный турнир, когда мы проиграли Израилю 2-1 и вышли в финал чемпионата Европы только благодаря тому, что хорваты неожиданно победили сборную Англии на ее поле со счетом 3-2. Как бы сейчас не получилось что-нибудь такого. Потому что одно дело принимать немцев в октябре месяце, когда они будут впереди всего на 1 очко, причем принимать их дома при полных лужниках на нейлоновом поле. И другое дело, если мы сыграем с Уильсом в ничью, принимать их при разнице в 3 очка. Немцам достаточно уже будет ничью. Ну а если мы у Уильсу проиграем, тогда вообще, собственно говоря, с немцами играть уже смысла нет. Так что, сами понимаете, эта игра будет иметь решающее значение. Что из себя представляет Уильс? Команда боевитая, конечно. Многие игроки играют в английской лиге футбольной, но в основном в первом дивизионе. Но есть и звезды, есть и звезды. И, например, в нападении после долгого перерыва впервые будет играть Крэг Беллами из Манчестер-Сити. И думаю, что это тот игрок, который может очень и очень прилично потерзать наших защитников. Он очень быстр, разворотлив, хорошо чувствует ворота. Вообще звезда английского футбола. И вот то, что он с нами будет играть, это, я думаю, конечно, для нас большая будет, может быть, такая проблема, которую, собственно, защитникам решать придется очень тяжело. Потому что Беллами очень быстро. Конечно, у нас есть быстрые игроки. Это и Анюков, это и Янбаев. Но они в основном играют на флангах. А в середине нашей обороны все-таки и Березусский, и Игнашевич не так быстрые, да? И угнаться за ним будет тяжело. Впрочем, все будет зависеть, конечно, от наших футболистов. Несмотря на то, что не играть будут наши звезды, скорее всего, я так думаю, и Аршавин, и Жирков. Дело в том, что даже если они поправятся к этой игре, они фактически не тренированы, и сразу, наверное, госхидинг их в состав не поставит. Поэтому я думаю, что нас ждет очень тяжелое испытание в Уэльсе. Как бы наша, так сказать, сборная не преподнесла нам ляпсус, но мы все надеемся и будем верить, что она стала намного опытней в этих играх. И доведет, так сказать, отборочный турнир до того, что поедет все-таки в Южную Африку, и мы увидим ее в финале чемпионата мира.